Дорогие друзья, давайте с вами порассуждаем вслух. Вам не кажется, что на Западной и в Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Мы в 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то с экономикой наступит швах. Причем наступит очень конкретный, как с малой, так и средней, но крупный это уже большой. На Западной Украине, в Центральной Украине, где куда не дошли боевые действия, практически ничего не угрожает. Конечно, бывают удары по аэродромам, Луцк, Ивано-Франковск, но это же аэродромы. Это же не маленькие киоски, магазины и все остальное. Говорят, нет рабочих мест, а мне пишут, что есть рабочие места. Наоборот, ищут людей, которые хотели бы поработать. Я не знаю, как там в полной мере обстоят дела, но сигналы, которые до меня доносят, говорят, что слишком много людей не работает, а надо бы выходить на работу. Вы поймите, мы их практически везде остановили, они уже никуда не наступают. Следите за нашими сообщениями. И самое-самое время начать снова нормальную жизнь. Возвращаться и в школы, но это Министерство образования решает, и в малый и средний бизнес, и крупному бизнесу надо бы запускаться, честно говоря. И нормально заниматься детьми, спортом заниматься, восстанавливать обычные привычки, обычный образ жизни. У нас есть две проблемы. Фронт и тыл. Вы сейчас тыл. Тыл – это вторая по важности тема после фронта. Тыл – это не там, где люди отсиживаются, а тыл – там, где люди обеспечивают и работают на фронт. Про заторы на дорогах мы уже говорили. Про то, что не всегда проходят грузы волонтерские. Есть и такая информация, что вы якобы там их аккумулируете, вместо того, чтобы отдавать на восток, на юг и на север, сюда, под Киев, тоже проходит информация. Но с этими всеми обвинениями и слухами мы будем разбираться. А у меня чисто человеческий вопрос ко всем. А не хотите ли вы уже выходить и вести нормальный образ жизни в условиях, когда вам практически ничего не угрожает? А вот если вы не начнете нормальный образ жизни, не запустите работу, экономику, то угрожает нам очень много. И начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых на месяц, на два у людей максимум, заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества и социальный кризис начнет превращаться в политический. А только политического кризиса нам в тылу. И не хватало. Это цель, о которой наши враги мечтают. Давайте-ка возвращаться к нормальной жизни, включая нормальную работу, нормальное движение по дорогам, нормальное занятие детьми, стариками, самими собой. И чем больше вы там спокойны, чем больше вы ждете обычный образ жизни, насколько это возможно, тем легче стране на фронте. И тем легче нам организовать тыл, который вы же и организовываете. Как вам эта мысль? КОНЕЦ